МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 7 декабря митрополит Никон возглавил божественную литургию в Льинском храме села Панино. Более подробно об этом и других событиях епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести». 7 декабря Православная Церковь совершала память Святой Великомученице Екатерины. Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Она происходила из знатного рода, выделялась светлым умом, учёностью и красотой. Многие богатые женихи просили её руки. Родные уговаривали Екатерину согласиться на брак. Но она не торопилась с ответом и говорила своим близким о готовности выйти замуж только за жениха, подобного ей по красоте и учёности. Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем. Обсуждая с ним достоинства поклонников, он сказал ей, что знает жениха, который во всём превосходит её, и рассказал ей об Иисусе Христе. Мудрая дева поверила убеждениям старца и приняла святое крещение. Нечестивый римский император Максимиан разгневался на Екатерину за отступление от веры их предков и повелел заключить её в темницу. Спустя время Максимиан в очередной раз предложил Екатерине отречься от христианской веры и стать его женой. Но получив решительный отказ, царь повелел предать её мучительной казни. В Линском храме села Панино Добровского района высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский в сослужении духовенства и пархи за божественную литургию молитвенно почтил память великомученицы Екатерины. ПЕСНЯ Во время богослужения правящий архиерей совершил хиротонию. Алексей Богомолова в Адьяконе. ПЕСНЯ Аксиос! 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 Прихожанка Линского храма Екатерина Бирюкова отметила в этот день свой день ангела. Она рассказала, что иметь такого небесного покровителя для неё большая радость, а житие великомученицы поражает её до глубины души и наставляет терпеливому отношению к житейским невзгодам. ПЕСНЯ Она была очень мудра, красива. Ну, а царю хотелось, чтобы она поклонялась идолам. И она идолам не поклонялась. Она так и шла по этой православной вере. И за это он её мучил. Он ей обещал всё. Всё обещал ей. Вот. И она не согласилась ни на что, что сказала Господа, я не оставлю. И пошла по этому пути. По случаю визита владыки Некона воспитанники воскресной школы приготовили маленькое выступление. Научи меня, Боже, молиться, Восвященный закон соблюдать, Научи с голодным сердцем смириться, Твою волю во всём исполнять, Чтобы жил Ты во мне безраздельно, Дух Святой, чтобы во мне пребывал, Чтоб любил я Тебя беспредельно, И лишь имя Твоё пославлял. Слава Святой Екатерины остаётся великой и в наши дни. Её память чествуется не только в православном мире, Но и другими религиями, С особым благоговением и торжественностью Укрепляя нас в православной вере. 11 декабря в Липецком государственном педагогическом университете состоялось открытие 11-го международного форума Святотихоновских образовательных чтений, которое началось с молебна. Честнейший Героин, Славнейший, Без сравнений и серафим, Без растения Бога, Слава Расшири, Сущей Бога, Родицы Тебе, Величай. Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, Слава Тебе. Это союз веры и науки. Это обретение утраченного. И в контексте событий, которые происходят в мире, они приобретают особую значимость. Потому что объединяет не только общественность нашего города, нашей области, нашей страны, но общественность дальнего и ближнего зарубежья. В начале пленарного заседания с приветственным словом выступил Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задонский, который отметил важность и необходимость тихоновских чтений. Они так нужны сейчас не только взрослому населению, но и детям, которые, значит, когда выпускается сборник всех этих выступлений на этом форуме, то прочитают, посмотрят, они узнают, о чем здесь были заседания, о чем говорили, что нужно для того, чтобы прославить нашего великого угодника, святителя Тихона Задонского. Мы знаем святителя Тихона Задонского, он прославлен и без нас, но все равно мы любим его. В связи с этим и стараемся создавать эти чтения. Главной целью тихоновских чтений является объединение усилий Церкви, органов государственной власти, образовательных учреждений и общественных объединений в деле духовного и нравственного воспитания детей и молодежи. 13 декабря Православная Церковь чтит память апостола Андрея Первозванного. О других памятных датах вы узнаете из нашей рубрики «Православный календарь». В четверг 17 декабря мы вспоминаем великомученицу Варвару. Познакомившись с местными христианками, узнала от них об истинном Боге. Возгоревшись верой в Бога, она приняла святое крещение. Отказавшись повиноваться правителю в отречении веры в Пресвятую Троицу, великомученица продолжала обличать сблуждение идолопоклонников. За это и была предана мучительной смерти. В пятницу 18 декабря чествуется преподобный Савва Священный. В 17 лет он принял монашеский пострих и, преуспевая в посте и молитве, был удостоен дара чудотворений. Когда к нему стали собираться другие ревнители пустоножительства, преподобный Савва основал обитель, которая впоследствии стала знаменитой лаврой. Будучи настоятелем монастыря, он написал первое последование церковных служб, известное под названием «Иерусалимский устав». В этот же день прославляется исповедник Сергий Правдолюбов, имя которого входит в собор липецких святых. Отец Сергий произнес цикл проповедей под названием «Объяснение божественной литургии», которые сейчас поражают красотой слова и доступностью. Находясь неоднократно в заключении, отец Сергий сильно подорвал свое здоровье. В Лебедяне он служил в Преображенском храме, где прошли последние три года его жизни. С этого выпуска передачи начинает свою работу новая рубрика «Расставить точки», где ее ведущий претерей Геннадий Рязанцев будет беседовать на духовной теме с освященниками нашей епархии. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Епархиальная передача «Свет миру» приглашает вас к участию в духовных беседах. Мне священнику Геннадию Рязанцеву высоким благословением благословили проводить эти встречи с интересными людьми, но можно назвать их экспертами в области православия, в области духовной жизни. Это священнослужители. Какие процессы особенно волнует сейчас Церковь, которая всегда была со своим народом, которая всегда окормляла русского человека? А сейчас мы слышим из средств массовой информации, что Церковь несовместима с жизнью общества, что форма ее напоминает Средневековье, что нужно, может быть, как на Западе уже священником одеваться в пиджаке и галстуке. Традиционность, которая присуща нашей русской православной церкви, всегда вызывала уважение даже среди людей неверующих, пусть видимым образом на Церковь всегда были гонения, и даже в наше время, когда кажется, что Церковь открыта и доступна, мы чувствуем ту волну, которая идет вне нашей страны, и видим, что приверженность к правильным традициям, к моральным, правильным устоям, к всему внутреннему и внешнему, чем обладает Церковь, вызывает какое-то раздражение и недовольство не только на Западе, но и за океаном даже. А с чем это связано, вот это недовольство? Это вообще общее такое направление? Или только западный мир диктует там? Или в русском народе, или в славянских народах уже начинаются вот эти процессы? Секуляризация не только религии и церкви из государства, но и из сознания человечества? Секуляризация внутри церкви уже видимо даже. Люди, которые живут церковной жизнью, они ее ощущают, они ее видят и всячески стараются себя от нее оградить. Но не всегда это получается. Даже среди церковных людей есть люди, которые почему-то сочувствуют такому мнению. Да, это достаточно странно. Может быть, не хватает знаний духовной жизни человека, который посещает церковь. Я тоже могу сказать, что многие люди не преодолевают самую главную черту, которая есть в устроении человека. Это следование своему природному характеру. Вот человек приходит в церковь, он участвует в таинствах церковных, он участвует в богослужении, он исповедуется, причащается, и в церкви выглядит таким благообразным, благочестивым человеком. Но когда он выходит в мир, стоит ему столкнуться с агрессией общества, может быть, или возникает какой-нибудь скандал со своими близкими. Сейчас же проявляются природные черты характера. И он не демонстрирует то, что он должен делать. Он должен демонстрировать христианские черты характера. И прятать все то, что негативного есть в нем, чтобы это пришло в неактивное состояние. И вот он не может вытеснить из себя вот это рабство характера. Что вы об этом думаете? Вы хорошо подметили о том духовном состоянии современного общества. И думаю, что человек, который имеет в своей душе крепкий нравственный фундамент, укрепленный таинствами благодати церковных, он старается всячески осуществить свою миссию не только в церкви, будучи с виду благочестивым, но на самом деле и в миру. Но мир старается всячески его уловить. И вот тут не хватает иногда у него силы, чтобы этому противостоять. Поэтому считаю правильным, если мы будем укреплять себя в этом чтением не только священного писания, но множество жития святых, которые тоже жили не только в монастырях, но и в миру. И в миру, будучи, оставались светом миром. Еще хотел спросить у вас, святец Владимир. Вот есть фраза одного писателя, который сказал, «Глазницы небо нам пусты». Это касается западного человека и его психологии. Не Бог отвернулся от человека. Как мы знаем, Христос неизменный всегда. И тогда, и сейчас, и будет в будущем. Но человек закрывается от Бога. И в этом смысле он чувствует холод небес. И я знаю, что западный мир очень привержен к таким формам общения, как прибегание к психологической или даже к психотерапевтической помощи. Потому что я знаю, что третья часть американцев употребляют антидепрессанты, чтобы освободиться от дурных строений, от агонии, одиночества, от страхов, которые подстригают их на каждом шагу. Что бы посоветовали русскому человеку? У нас ведь не так развиты психологические кабинеты или помощи психологической в этих кабинетах. Что бы посоветовали русскому человеку сейчас, в современное время? Все, о чем мы сейчас сказали, отец Геннадий говорит о том, что человек, как и западный, так и в какой-то мере и наш, современный русский человек, потерял самое главное или в какой-то мере теряет. Это веру именно в Бога. Человек готов верить всему, но иногда только не Богу. Человек готов отдать свою душу на растерзание разным хищным волкам духовным, только не отдать эту душу Христу. Человек готов отдать свое сердце всем, кому угодно, любым страстям, желаниям, только не созидать свое сердце в чистоте и целомудре. Вспоминается мне, что на четвертом курсе духовной семинарии нам преподавали сравнительное богословие именно только для того, чтобы мы сначала укрепились в своей вере, выучили свою веру, знали ее, укрепили с ней, и только тогда мы соприкоснулись с другими учениями, которые идут уже от христианства в сторону, которые являются неправильными учениями. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы каждый человек любил свою веру, держался в Церкви Христовой, укреплялся, укоренялся в своей вере настолько, чтобы он был уверен всегда в своей вере и этой верой мог поделиться с теми, кто его окружает. Благодарю Вас, дорогой Вадимович Владимирович, что Вы сегодня пришли на нашу передачу, так основательно, глубоко ответили на некоторые вопросы. Я обращаюсь к телезрителям. Мы подняли проблему, мы прикоснулись только к этой проблеме. А Ваше переживание или соучастие духовное в нашем разговоре поможет расставить точки над теми проблемами, которые встают перед обществом и перед Церковью. Благодарю Вас! В рубрике «Тебе поэм» смотрите музыкальный клип «Святая Екатерина». В его основе кондак великому ученице Екатерине в исполнении хора Свято-Елисоветинского женского монастыря города Минска. В кадре Ника Вальковская. Песня «Тебе поэм» «Тебе поэм» «Тебе поэм» Приятный погадай сон, сохрани, сохрани, сохрани. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.